Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пришли к народу Господь и Его ученики. Подошел Спасительный человек, преклоняя пред Ним к колене, сказал, Господи, помилуй сына моего. Он в Новолунии беснуется и тяжко страдает, и часто бросается в вагоне, в воду. Я приводил его к ученикам Твоим, они не могли исцелить его. Хотя Господь дал своим ученикам власть на духов нечистых, чтобы целить и всякие недуги. И апостолы ходили по городам и весям и подкрепляли словом, которое они проповедовали Царствие Божие, исцелением больных. Дело вот в чем, что вера без дел мертва. Как-то человеку помочь, страждущему, материально, например, апостолы не могли, потому что сами были люди бедные. Жили одним днем, потому что они все были простыми рыбаками. Жили от своего улова. И то все-таки старались вот как-то собирать пожертвования такие, и нищим все-таки уделяли. Вот. Это, конечно, на Иуду апостола плохо подействовало. Он стал немножко приворовывать. Поэтому Господь дал им власть исцелять всякие недуги. И тем творить добро человеку. Потому что, когда человек болен, он страдает, как правило. Хотя есть болезни и такие незаметные, но все равно кончается страдание. Вот. Но бывало и что не получалось. И вот здесь такой же случай. Пришел отец, беспокоящийся о своем мальчике, и попросил исцелить, но апостолы не смогли. И тогда он дерзнул обратиться прямо к Спасителю. Со страхом Божиим упал на колени. И просил его. И рассказал ему все о его болезни. Господь сказал, урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Имея в виду, конечно, всю эту нечистую силу, которая мучила отрока. Приведите его ко мне сюда. Запретил Иисус, бес вышел из него, отрок исцелил в тот час. Тогда ученики приступили к Иисусу наедине и сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горисии, приди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Конечно, нельзя сказать, что апостолы были совершенно неверующие. Нет, вера у них была, и многим они помогали, но недуг оказался слишком силен. Этой веры не было достаточно. Вот это удивительное дело. С одной стороны, вера, это не есть что-то такое, какой-то материальный объект, у которого длина, ширина, высота, вес, как ее веру измерить. Но вот, вера способна двигать горы. Вера способна, как Господь однажды у одного человека спросил, а веруешь ли ты? Он говорит, верую. Он говорит, все возможно верующим. Ну вот, до известного предела. Пророк Илья так веровал, что заранее просил уложить дрова в поленицу, помолился Богу и веровал, что Господь не посрамит, Господь огонь с неба не взвел и дрова вспыхнули. Он нисколько не сомневался, что ради спасения Израиля от этих жрецов, Ваалов, Господь поможет ему. И вот мы видим это чудо. Ну и в наши времена, не только в те глубоко давние, когда жил пророк Илья, такие чудеса совершали. И каждый из нас, он нуждается в том, чтобы Господь вмешивался в его жизнь. И мы просим у Бога, и многое получаем. Но есть некоторые вещи, о которых мы просим, но веры нам не хватает. И мы впадаем в отчаяние. Хоть ищем какого-то человека, чтобы нам помог, или за нас помолился, или какую-нибудь святыню, к которой бы мы могли приложиться, и так далее, и так далее. А вот Господь отвечает здесь на этот вопрос, что нам не хватает веры, чтобы это изменить. И почему Господь не на все наши просьбы немедленно откликается? С некоторыми медлит, а некоторые вообще как-то как будто не замечают, что у некоторых даже складывается впечатление, что Господь вроде и не слышит. Нет. Дело в том, что вот те вещи, которые касаются очень глубоко нашей души, Господь попускает тому, чтобы не в раз совершилось то, что мы просим. Потому что они являются источниками нашей молитвы. Представим себе, чтобы человек ну, чуть подумал, а ему бы все давалось. Ну и кто после этого бы молился Богу со слезами? Никто. если человек может очень легко устроиться и без всякого труда будет получать просимое, ведь каждый человек грешен, к сожалению, человек от этого быстро обнаглеет. Поэтому Господь вынужден человека смирять и вынужден не сразу давать просимое. просимое. Для того, чтобы мы приобрели веру. Потому что это является испытанием нашей веры. Испытанием не для того, чтобы проверить, хотя мы используем то же слово, а испытание для того, чтобы укрепить. Потому что вера, она укрепляется в испытании. И чем больше веры, тем больше благодать Божия. Чем больше благодать Божия, тем человек ближе к Богу. Поэтому не надо никогда обижаться на Господу Бога, если Он не сразу исполняет просим. Потому что когда мы просим, и Он не исполняет, это по нескольким причинам может быть. Например, это нам не полезно. Или то, что мы просим, вредно другому. Или это будет противно спасению души данного человека. И так далее, и так далее. Нужно всегда иметь доверие к Богу. Просить у Бога можно и нужно. Но гораздо драгоценнее не то, что мы получим из просимого, а гораздо важнее сама просьба. Вот это обращение к Богу. Вот этот диалог между человеком и Богом, он гораздо важнее конечного результата. И Господь хочет, чтобы мы постоянно были с Ним вообще. Но, к сожалению, мы существа такие, ну, в общем, неблагодарные, эгоистичные, забывчивые. И поэтому, чтобы понуждать нас к тому, чтобы мы молились, Господь вынужден попускать нам различные скорби, которые понуждают нас и на молитве. Вот так премудро и ласково Он нас обращает к этому. Малейшая теснота, и мы начинаем обращаться к Богу. Что и требуется и Ему, и нам. И вот Господь ждет, какова, наконец, будет наша молитва. Когда же мы перестанем обижаться, когда перестанем нервничать, когда перестанем настаивать на своем, когда израсходуем всю энергию наших греховных желаний, вот, а потом глядишь очень незаметно, тихо, как бы, вот, даже не обращая наше внимание на это, вдруг раз и исполнит. Мы смотрим, а оно уже совершилось. Очень потихоньку и постепенно. И такие бывают совершенно удивительные чудеса. Поэтому, если мы хотим достичь просимого, надо не отступать. Вот этот человек, когда апостолы ему не помогли, он пошел дальше. Он добился того, чтобы Господь выслушал его и получил просим. А Господь ответил своему ученикам, что им еще не хватало. Еще не хватало поста. хотя Господь знает, что мы все люди грешные, но Господь то свят. И Он хотел бы, что мы дети Его тоже были святы. И поэтому каждый человек, если хочет угодить Богу, он должен воздерживаться от греха. Поэтому мы должны все идти путем воздержания. и Господь сказал, пород все изгоняется молитвой и постом. Поэтому обязательно нужно нам уметь воздерживаться. Не только телесно, но и духовно. А Евангелие это завершается тем, что Господь сказал сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его и в третий день воскресного. И они весьма опечалились. Но мы знаем, что печаль их была недолгая и они скоро забыли об этом. Поэтому Господь много раз им об этом говорил. Напоминаю, что цель христианской жизни это не только от Бога получать всякие земные блага. ребеночек заболел, помолились, он исцелил и слава тебе Господу. Сам Господь пришел на землю, чтобы пострадать. И он им постоянно об этом говорил. Поэтому не нужно бояться неизбежных страданий. А нужно укреплять веру, чтобы нам в этих страданиях устоять. Чтобы мы не поколебались в вере и избранном пути. Благословение Господне на вас, как у благодати человеку любви. Всегда не пристаю во веки веку. Благословение 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 Благословение